И вновь о хорошем и даже победном. Да, артисты государственного русского инструментального ансамбля имени Николая Будашкина выступили в Пекине на торжественном гала-концерте в честь открытия фестиваля «Слово о русском сердце». Да, сегодня говорим о том, как все прошло, и, конечно же, приветствуем в нашей студии гостей. У нас в гостях сегодня режиссер-постановщик Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лунстрома Виктория Фишер. Доброе утро. Доброе утро. И артистка государственного русского инструментального ансамбля имени Николая Будашкина Наталья Попова. Здравствуйте. Девчонки красивые, хорошенькие, улыбаются с утра. Как ваше настроение? Отлично. Еще и синхронно. А в музыке так и должно быть, да, наверное? Да. Все так в ритме. Как все прошло, как настроение, как съездили? Слушайте, съездили вообще замечательно. Все. Вы сказали, что мы выступали на гала-концерте, но у нас было целых три площадки в Пекине. Мы выступали в музее, мы выступали, как называется, экспо. Да, на площадке экспо. Площадка экспо. И вот как раз у нас был еще гала-концерт. Мы принимали участие в трех концертах. Сколько в общей сложности вы провели в Пекине? Четыре дня. Да, четыре дня. Четыре или пять дней. Ну, плюс еще у нас заняла время дорога, естественно. Дни 50, да. Поделитесь впечатлениями, что было самого интересного там? Самое интересное, это, наверное, масштабность мероприятия. И, конечно, другая страна. А сколько городов России там еще вместе своими были? Ой, там была вся Россия. Вся Россия. Там республика Адыгея, Новосибирская область, Красноярский край. В общем, вся Россия собралась. Сейчас наши телезрители видят на экране фрагменты небольшие с вашей поездки. Да, это вот как раз репетиция у нас идет. Мы ждем своей очереди. А, это гала-концерт. Да, это гала-концерт перед выступлением, да. Это, собственно, это уже площадка экспо. Третий концерт, третья площадка. Волновались? Да как-то, наверное, уже нет, потому что привычно. И тем более в такой атмосфере дружеской, со всеми коллективами. Ну, как-то нет волнения. Наоборот, вот как-то коллективизм какой-то просыпается и интерес. Большим составом выезжали на фестиваль? Да, у нас было 9 человек. Это много считается. Ну, по сравнению с тем, как приезжали другие регионы, нас было мало. Потому что приезжал Иркутский симфонический оркестр, их там очень много, я даже количество не скажу. Новосибирский хор был, их было очень много. И мы получили, что очень таким компактным, камерным даже, что ли, составом. Что нас немного, мы мобильные, мы быстро везде успевали. Вы молодцы, конечно. У меня еще масса вопросов. Но я просто, мне кажется, не могу лишать зрителя вот такого хорошего настроения. Давайте сыграем. Хорошо. 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 браво много лет это это просто действительно интересно когда раз тебя пришел в гости человек а сыграйте и раз так вот не надо там долго настраиваться как много лет занимаетесь музыкой я очень много лет занимаюсь музыкой я восемь лет отучилась музыкальной школе 4 года музыкальное училище и 5 лет институт о иначе продолжаю все музыка музыка в коллективе я в ансамбле подашки на 6 лет тоже такой приличный достаточно стаж пекине расскажите да вот все таки ваша поездка в пекин как она вот сейчас отразилась на вашем опыте опыте ваших ребят которые вместе с вами ездили может быть что-то подметили из других регионов для себя что-то новое может быть вообще какой-то фурор произвели на китайцев да там на месте и что-то по поводу фурора мы когда выезжали с нашей сольной программой мы выступали в самом большом частном музее китая сложностью для нас для публики было то что мы давали программу полностью на русском языке а там из русскоговорящих были мы и несколько гостей было сложно на в плане коммуникации с ними потому что и у них английский очень тяжелый и у нас английский очень тяжелый в основном мы общались на языке жестов на языке музыки нужно было разговаривать на языке музыки мы с ними тоже разговаривали и что было удивительно вот фрагмент произведения которое мы сейчас с вами слушали когда услышали жителей китая жители поднебесной они очень живо начали реагировать то есть сейчас первое что ты видишь если зрители зацепил номер появляются телефоны и вот полный зал они начали поднимать телефон они снимали вот весь этот номер сколько шесть с половиной минуты найдет 7 минут 7 минут до почти 7 минут и они сидели вот не моргая просто и не дыша абсолютно наши бурятские мотивы понравились но они им очень близки по духу повод по состоянию культуре очень были благодарны я уверена что они говорили нам спасибо говоря у нас же была программа пушкина стихи читались на русском языке но вот мы смотрели со стороны китайцы очень внимательно слушали мне кажется им очень благодарна такая аудитория как я понимаю да да а если говорить о результатах сами себя как оцениваете все получилось вот выступили так как хотели вот как оценивать она всегда наверное для меня это за себя скажу если все получилось если все понравилось значит но и не старался всегда да потому что когда ты начинаешь да у меня все получается и теряется сразу кураж теряется азарт ты говоришь что а вот я же молодец и тебе некуда расти самое главное что бишь ну вот я молодец да и главное что мы достойно выступили и показали россию показали забайкальский край на нашу филармонию да вы молодцы конечно что говорят артисты других ансамблей потому что мы говорим о том что была вся россия тоже мы видели фрагменты выступлений там большое видео ролик был размещали в социальных сетях кстати больше интересного в телеграм-канале забайкальской краевой филармонии меня олега лонстрома там вот есть и фрагменты выступлений ваших и анонсы мероприятий вот очень легко находится в telegram пишем филармония в забайкалье я вот еще проще пишу и она мне выдает страницу артисты другие что сказали может быть в гости звали может быть предлагали совместные какие-то проекты все равно же люди творческие между собой на площадке общаетесь там обмениваетесь комплиментами так скажем да мы вот разговаривали с хабаровской филармонии с оркестром народным мы планируем их пригласить на фестиваль ступени мастерства то есть новые контакты такие уже мы с ним уже ездили не так давно мы с ними сотрудничали вот как раз таки по проекту ступени мастерства у нас был выезд в хабаровск мы играли вместе с оркестром вот и сейчас я думаю мы будем дальнейшем сотрудничать и так приглашать друг друга вообще насколько сложно готовиться вот к таким выездным фестивалем и насколько комфортно там себя чувствовать вот часто мы артистам драматического театра задаем вопрос они всегда говорят что мы очень любим гастроли потому что это не только обмен опытом это общение и это получение эмоций которые тебя вдохновляют на дальнейшее творчество как у вас абсолютно да сложность я не скажу что это прям сложность то что разные площадки разные так сказать ну вот например звукорежиссер что бывают сложности опять же с китаем сложности контакта речевого со звукорежиссером то есть мы немножко не понимаем опять же языком жестов это приходится все объяснять вот в остальном в принципе мы уже ко всему привыкли нет такого что а вот эта площадка сложная эта площадка простая площадка не сложная площадка интересная вот главное как главное как подать как настроить да потому что если площадка плохая мы играть не будем это сразу начинается ну что это такое мы готовы играть всегда везде и в любое время это отлично ну хорошо что забайкальская филармония произвела фурор там в пекине расскажите какие планы у забайкальской филармонии здесь что нам ждать здесь забайкале буквально минута у нас до завершения интервью но сейчас у нас идет проект концерты на закате так как идет пара межсезонье пара отпусков поэтому мы дарим зрителям каждый вторник и четверг с 8 до 9 часов на площадке на концертной площадке возле филармонии бесплатные концерты выступает артисты филармонии дарят музыку настроение абсолютно бесплатно приходите мы всех ждем не по 4 каждый вторник и 4 8 до 9 все обязательно пойдем но еще на самом деле я знаю что у вас большие планы на лето на 8 всегда программа насыщенная можно найти ее на сайте забайкальской краевой филармонии в телеграм-канале вам большое спасибо и вы к нам обязательно в гости приходите мы очень рады за вас пока вы были в пекине мы тоже нашим телезрителям рассказывали о том как вы успешно участвуете принять участие в этом фестивале показывали видео поэтому мы вас всегда поддержим спасибо за поддержку спасибо вам приходите в гости обязательно спасибо большое и ждите большое интервью уже сейчас на маяке 104 и 5 fm сразу после нашего утреннего до начала в 10 10 обязательно присоединяйтесь будет интересно и там соответственно больше больше и масштабнее да